Здравствуйте! Вы смотрите программу «Биржевой помощник» в студии Полины Алексеева. Греция находится на краю экономического коллапса. В стране введен контроль за движением капитала, что болезненно сказалось на многих сферах жизни. Греки, чтобы сберечь свои деньги, начали массово вкладывать в активы убежища. Одним из которых является золото. Почему этот инструмент всегда был и остается тихой гаванью для инвесторов, и как использовать его на рынке Форекс, поговорим сегодня в программе. У меня в гостях инвестиционный консультант компании «Фибогрупп» Евгений Слесарев. Евгений, здравствуйте! Добрый день! Золото всегда считалось металлом-убежищем. Почему? В чем его особенность? Традиционно так сложилось, что с давних исторических времен люди стали вести какие-то расчеты, взаиморасчеты именно в золоте. То есть чеканились золотые монеты, чеканились какие-то расчетные единицы именно из золота. Потому что, во-первых, золото — это редкоземельный металл, а во-вторых, его прелесть в том, что он не тускнеет, он так всегда интересно блестит. И это стало вот такой вот денежной единицей. К этому люди в какой-то степени привыкли, потому что на сегодняшний день мы можем привезти более дорогие редкоземельные металлы, но золото по традиции, по привычке остается вот таким металлом-убежищем, привычным, еще раз подчеркиваю, металлом-убежищем, хотя мы можем подобрать и другие металлы, которые будут не менее интересны инвестору. И еще одна функция золота — это денежная. То есть золото выступало эквивалентом денег, и по большому счету золото остается эквивалентом денег и эквивалентом накопительства со стороны государства. Мы всегда говорим «золото — валютные резервы». То есть есть какие-то деньги и есть еще золото у государства, которое оно может обвинять для того, чтобы вести свою нормальную экономическую деятельность в государстве. На фоне кризиса в Греции инвесторы ищут тихие гавани для своих сбережений. Является ли золото сейчас такой тихой гаванью? Ну, вопрос достаточно интересный, потому что традиционно обыватель привык к тому, что золото — это действительно тихая гавань, что там можно пересидеть какие-то кризисы неблагоприятные. Возможно, для Греции, для греческих инвесторов это и является тихой гаванью, хотя, с другой стороны, мы сейчас не видим резкого удешевления евро. Это уже как-то пройденный этап. Вопрос в том, насколько долгосрочно инвесторы ищут вот эту тихую гавань. Если мы говорим о периоде в несколько лет, там, 3-5 лет, то, возможно, золото действительно является тихой гаванью, которая даст нам прирост, ожидаемый прирост доходности. Если мы говорим о периоде, скажем, в полгода или несколько месяцев, то на сегодняшний день я не могу назвать золото вот таким действительно активным убежищем. Можно подобрать другие активы, в том числе и из валют, которые дадут лучший прирост вот такой кризисной ситуации. Ну и опять же, для Греции это действительно кризис и проблемы, но, как мы видим по реакции всего остального мира, это такое ожидаемое событие, которое, в общем-то, не привело к сильным движениям финансовых рынков. Изначально, как только стало известно, что Грецию неминуемо ожидает дефолт и приближается референдум, цена золота резко возросла. Но последнюю неделю тенденция изменилась. Сейчас мы видим, что цена снижается. Почему так происходит на фоне кризиса? Ну, нужно понимать, что кризис во многом этот ожидаем. То есть кризис ожидаемый для греков, поэтому греки как-то пытаются спастись. Если мы говорим о том, насколько этот кризис важен или не важен для мировой экономики, то, опять же, нужно понимать, что такое Греция по сравнению даже с объемами еврозоны. Это какие-то единицы процентов, которые еврозона, по большому счету, легко переживет. Другое дело, чтобы этот кризис не стал заразным, и это не перекинулось, скажем, на Италию, Португалию, Испанию и так далее. Поэтому инвесторы где-то подготовились к этому кризису заранее. Если мы посмотрим на тенденцию, скажем, последних нескольких недель, на выходных происходит какое-то неблагоприятное событие, цена золота резко прыгает. То есть открытие понедельника происходит с разрывом вверх, то есть такой резкий скачок, гэпа называется в биржевой торговле, а потом золото начинает снижаться. То же самое мы видели и в этот понедельник, в прошедший, у нас был прыжок цены золота вверх, а потом золото начинает снижаться. То есть вот этот прыжок показывает эмоциональный настрой рынка к тому, что происходит. То есть рынок, в принципе, к этому готов, но, безусловно, выборы, скажем, или какое-то голосование, это всегда носит элемент неожиданности. Да, вот этот элемент неожиданности, небольшой элемент неожиданности, рынок отыгрывает, а потом возвращается все на круги своя. А дальше мировые инвесторы смотрят, а что в принципе в мире происходит. А в мире происходит, в общем-то, ожидание ужесточения политики со стороны Федеральной земной системы Соединенных Штатов. И, то есть, другими словами, мир ждет, что будет дорожать доллар. И на это он закладывается. И поэтому, скажем, продают сейчас золото и покупают доллар США, который в перспективе будет еще дорожать. Поэтому мы видим, что золото, скажем, имеет тенденцию к снижению. И, скорее всего, вот такая тенденция будет продолжаться. Небольшие всплески кризиса, давайте их так назовем, греческого кризиса, приводят к тому, что есть резкий спрос на золото, а потом от золота опять уходят и ищут более какие-нибудь прибыльные гавани. Не тихие, а именно прибыльные, я бы так сказал. А от чего зависит цена на золото, его стоимость? Ну, здесь очень много факторов. Кстати, золото — это один из тех активов, биржевых активов, товаров, у которого необычное формирование цены. Дело в том, что обычно мы привыкли, вот, скажем, с нефтью, да, как происходит. Нефтью стали производить больше, нефть стала резко дешевее. Так вот, производители золота на его фактическую цену влияют очень слабо. К сожалению или к счастью, я не могу сказать точно, да, но вот есть такая тенденция. То есть, вне зависимости от того, больше золота производят или меньше золота поступает на рынок, цена золота формируется именно благодаря спекулятивным настроениям и инвестиционным настроениям. То есть, есть там различные схемы формирования цен, и они больше оказывают влияние на рынке, чем, собственно говоря, производство. Связано это с тем, что золото с течением веков расходуется очень мало. Оно все больше накапливается, накапливается, накапливается. И даже если производители в какой-то степени прекратят поставлять золото на рынок, то цена начнет очень-очень слабо на это реагировать, потому что золота очень много накоплено. Его будут просто перепродавать из одних запасов в другие, и, в общем-то, со спросовым предложением будут как-то справляться. Поэтому на золото в первую очередь влияют именно рыночные настроения, инвестиционные настроения, геополитические риски, и в какой-то очень малой степени стоимость его производства и объемы его производства и поставки на рынок. На протяжении почти сотни лет на рынках действовала система ценообразования золота London Gold Fixing. Что это за система? Система, которая действовала с 1919 года. Система, которая давала определенную цену на золото два раза в сутки. То есть обычно в 10.30 и в 15.00 по времени Лондона определялась цена, которая и являлась расчетной для ближайшего периода времени. Эту цену определяли пять организаций. Золотая пятерка — это было четыре крупнейших банка и, собственно говоря, компания, которая и организовывала этот фиксинг. Система, в общем-то, достаточно интересная и несправедливая сейчас. В общем-то, все об этом говорят. То есть система, в которой определяют мировую цену всего лишь пять участников, понятно, что не может быть справедливой, определялась, каким образом. Вот эти крупнейшие банки, имея своих золотых трейдеров, получали от них запросы на цену. И если цена устраивала всех участников, такую и устанавливали. И она являлась расчетной на ближайший период времени. Соответственно, в 10.31 цену поставили, в 15.00 договорились о другой цене. И так каждый день. Сейчас система изменилась. Сейчас это, по сути дела, аукцион. Аукцион, в котором участвует огромное количество уже банков. Но, в общем-то, система тоже считается не до конца отрегулированной, потому что она еще новая. И если изначально ждали, что это приведет к какому-то резкому изменению цены, то оказалось, что это не так. Цены продолжают торговаться в тех же диапазонах, которые мы видели в марте, потом в апреле, в мае. В общем-то, ничего кардинально не изменилось. Цена устанавливается, исходя из спроса и предложения. Просто в этом процессе участвует сейчас гораздо больше участников. Не пять, а на порядок больше. В апреле этого года золотой фиксинг, насколько мне известно, запустил также Китай. Каковы успехи Китая в этом начинании? Ну, Китай подходит к этому вопросу, еще до конца не запущен. Есть еще технические моменты, которые Китай сейчас прорабатывает и будет прорабатывать. И полноценно золотой фиксинг, китайский фиксинг от Шанхайской биржи, будет запущен к концу этого года, причем дата еще до конца не определена. Но это достаточно интересный момент, потому что если раньше цену золота определяли в Лондоне, то теперь у нас появится два крупнейших центра, которые будут как раз-таки где-то конкурировать. И если европейские участники, скажем так, будут считать одну цену, а Китай будет предлагать другую, то я думаю, что больше будут прислушиваться Китаю, потому что там сейчас гораздо больший спрос, там гораздо больше участников будет. И цена, скорее всего, будет более справедлива именно там. Хотя мы видим по результатам работы фондовой биржи Китая, что не всегда и там результаты справедливы. Есть какие-то перегревы, перекосы, но, по крайней мере, у нас будет два центра, которые будут определять более справедливую цену. Ведь малоизвестный факт, что, скажем, биржи Соединенных Штатов установили лимит на максимальное изменение цены на золото. То есть вот за день цена не может измениться более чем на 200 долларов на сегодняшний день. Причем это не в процентах выражено, в абсолютных величинах, по каждому из металлов. И, в общем-то, к чему-то Соединенные Штаты готовятся. В первую очередь, к тому, чтобы манипулировать ценой на золото. Но теперь это будет делать гораздо сложнее, потому что, если Соединенные Штаты будут останавливать цену, Китай может показать реальную цену, потому что он достаточно независим. Появилась также новость о том, что уже совсем скоро, 10 июля, инвесторы из Гонконга смогут торговать на шанхайской золотой бирже. Что означает это событие для рынка? Как это повлияет? Дело в том, что шанхайская золотая биржа существовала и раньше, и торговля шла, но это была локальная биржа. На сегодняшний день порядка 50 локальных бирж существует по миру, золотые биржи, которые занимаются именно торговлей этим драгоценным металлом. Но в основном мы считали, что основной международной площадкой являлась Лондон и Соединенные Штаты. Теперь вот такие международные функции на себя будет брать еще и шанхайская биржа, Куда придут международные участники торгов, инвесторы, спекулянты те же самые. И это опять же конкуренция и выравнивание цены. Возможность для биржевых спекулянтов на этом деле зарабатывать, хорошо зарабатывать, и для инвесторов в том числе. Поэтому узнавать о том, как работают эти биржи, просто необходимо. Золото, тем не менее, оставляет за собой функцию актива убежища, долгосрочного актива убежища. И поэтому необходимо знать, как формируется. А вот для этого мы как раз и проводим наши семинары. Я с удовольствием об этом рассказываю на наших обучающих курсах, куда может записаться любой желающий. Достаточно позвонить по телефону, который видите на своих экранах, записаться, прийти. Это абсолютно бесплатно, каждый понедельник и среду. С удовольствием все вам еще раз расскажу. По традиции к нашей беседе по видеосвязи присоединился аналитик компании Fibogrupp Мария Сальникова. Мария, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о сделке трейдера, который вы рассматривали. С какой стартовой суммы трейдер начал торги, какой актив он использовал. Пожалуйста. Расскажите, пожалуйста. Расскажите, пожалуйста.